всем-всем добрый день спасибо что нашли время и присоединились к нам я уверена что мы отлично поработаем вместе и получим заряд позитива давайте сначала проверим насколько меня слышно и видно ли презентации напишите пожалуйста по пятибалльной шкале от 0 до 5 где 5 видно и слышно отлично а ноль не вижу не слышу у нас с вами небольшая задержка в 20-30 секунд поэтому я не сразу могу видеть ваши ответы так давайте немного подождем отлично все вижу ваши пятерочки тогда начинаем я предлагаю познакомиться нам друг с другом расскажите пожалуйста кто вы какой предмет преподаете откуда и какие проблемы и вопросы вы сегодня хотели бы решить исходя из темы нашего вебинара у гу петерочки отлично так как здорово вас сегодня много ирина романцова учитель начальных классов из калининграда приятно познакомиться крым английский язык ольга добрый день подмосковье лично добрый день елена учителя начальных классов у нас подтягивается учителя английского языка замечательно так ирина михайловна михайлова извините добрый день молодой специалист рада знакомству каждого с каждым из вас давайте тогда начинать рекламент нашей работы следующий вы можете его видеть на слайде введение знакомства технические вопросы то чем мы сейчас с вами занимаемся минут 5-10 контентная часть 30-40 минут дальше я вам презентую свою школу для учителя свой проект минут пять-десять да и поотвечаю на ваши вопросы если они конечно же будут добрый 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 день всем естественно это приблизительный тайминг все будет конечно зависеть от нашего взаимодействия но большая просьба давайте будем соблюдать следующие правила а быть открытыми не бойтесь задавать неудобные вопросы просите совет здесь и сейчас будьте активными реагируйте на информацию предлагайте свои пути решения проблем и будьте настоящими не лукавьте и будьте самими собой ведь у нас общие с вами интересы так вижу вижу вас всех добрый день добрый день так что же нас сегодня ждет нас сегодня ждет несколько категорий дел которые мы с вами должны обязательно выполнить накануне учебного года также мы попробуем найти пути решения некоторых проблем которые вам трудно решить самим или просто не хватает где-то опыта где-то знаний либо времени но я думаю что вы получите множество идей с помощью которых вы легко и просто подготовитесь к первому сентября я надеюсь что вся информация которой я хочу поделиться с вами будет полезной ценной и в конце я подготовила для вас несколько подарков поэтому обязательно оставайтесь со мной до конца все организационные моменты мы с вами решили пора и мне представиться меня зовут намятова Анжела Николаевна кто со мной уже знаком поставьте в чате единичку кто нет или совсем-совсем недавно присоединился к сообществу я учитель поставьте нолик посмотрим сколько у нас новеньких сегодня пришло на вебинар ждем я Анжела Николаевна учитель английского языка у меня филологическое образование по профилю русский и английский языки педагогический стаж 14 лет работаю в обычной сельской школе являюсь экспертом по проверке развернутых ответов на государственные итоговые тестации член экспертной тестационной комиссии педагогических работников также разрабатываю олимпиадные задания и веду группу в социальных сетях по подготовке к ОГЭЕГ и конечно же группой с которыми сейчас ведем трансляцию я учитель у меня есть также одноименный ютуб канал и я веду свой проект школа для учителя который в этот год стартует уже второй раз так Ирина единичка Елена плюсик Иришка единичка отлично то есть все знакомые да так хорошо тогда продолжаем дальше давайте начнем помните картинку про сов где учитель в начале года и в конце года я думаю многие чувствуют из вас это состояние уже в конце мая кто-то и раньше так вот это у нас все про ресурсное состояние вообще слово ресурсное достаточно интересный термин он может означать многое и используется довольно часто во многих областях но если коротко то ресурс это источник или запас некоторых средств повседневной жизни это то что позволяет нам эффективно выполнять повседневные и рабочие обязанности с минимальным уровнем усталости и стресса то есть это как батарейка которую нам нужно изредка заряжать чтобы быть в тонусе и для этого нам педагогам нужны четыре уровня энергии или четыре вида топлива для организма это физическая энергия эмоциональная умственная и духовная энергия наша задача сейчас с вами перейти из состояния измотанной совы к состоянию совы красотки как же это сделать и сохранить баланс наших энергий мы с вами будем это решать сейчас лето отпуск у нас на это есть возможности время поэтому обязательно мы должны следить за нашим здоровьем летом особенно пейте больше воды двигайтесь как можно больше хорошо высыпайтесь и конечно же нам нужно обязательно учиться планировать свой день и планировать максимум три важных дела на день используйте также правила 50 на 10 кто-то использует правила 40 на 20 когда 50 минут работают и 10 минут отдыхают и соответственно 40 минут работают и 10 отдыхают дальше обязательно развиваемся находите время для чтения смотрите полезные видео слушайте интересные подкасты используйте креативные техники каждый день и пожалуйста фокусируйтесь только на положительных эмоциях держите стол в порядке балуйте себя благодарите людей мыслите позитивно никакого негатива настоящий мастер не тот который выжимает силы из своего организма до последней капли а тот кто бережно его используя доводит до совершенства напишите пожалуйста в чате как много у нас таких коллег мастеров вокруг нас те которые умеют сохранить вот этот баланс энергии в себе и не доводить себя до эмоционального истощения есть ли у нас такие вообще вокруг вот наша задача с вами как раз подготовиться к новому учебному году так чтобы и заряд повысить и работу все сделать на положительных эмоциях а для этого мы должны с вами следить за здоровьем планировать свой день и конечно же развиваться не вижу ваших комментариев окей продолжаем так я поделила весь наш фронт работы на четыре основных и важных категории дел вы их можете видеть на слайде это нормативная база методическая часть дизайнерские навыки и финансовый вопрос сейчас о каждой категории мы немного поговорим и рассмотрим что же в нее входит и что от нас требуется в той или иной ситуации первая наша категория нормативная база здесь мы с вами рассмотрим то без чего не обойтись современному учителю это конечно же рабочая программа дневник классного руководителя и профессиональное портфолио педагога начнем с рабочей программы самый главный документ учителя без которого мы не сможем работать и который всегда вызывает массу вопросов и трудностей давайте с ними разберемся так Наталья пишет я только учусь не всегда получается Снежана стараюсь но не всегда получается ну естественно нет такого универсального человека у которого бы все получалось у меня тоже многое чего не получается но главное стремление к этому и вот эти маленькие шаги которые мы можем сделать на этом пути все же стоит делать поэтому у нас все впереди не волнуйтесь так продолжаем рабочая программа значит два основных документа которые необходимо знать и уметь применять при составлении рабочей программы это федеральные государственные образовательные стандарты и примерные основные общеобразовательные программы ну и конечно же умыкам я рекомендую купить эти документы а еще лучше распечатать чтобы иметь всегда под рукой вот именно эти два документа нам нужны для составления программы вы наверное уже знаете что на законодательном уровне приказом Миноборнауки России были закреплены новые требования к рабочим программам в частности введено упрощение структуры составления программы по стандартам второго поколения и связано это с тем что учителя редко существенно перерабатывают примерную программу зачастую мы добавляем только тематическое планирование так вот структура рабочей программы сейчас сводится у нас к трем компонентам первый это планируемые результаты освоения учебного курса или предмета содержание учебного курса или предмета и тематическое планирование с фиксацией часов на изучение той или иной темы вот когда мы составляем рабочую программу все эти три компонента у нас находятся в пояснительной записке либо ее сейчас еще называют аннотацией в некоторых учебных заведениях так и переходим непосредственно к календарно-тематическому планированию то что требуется именно от нас поскольку содержание и планируемые результаты мы берем из стандартов слово в слово ничего своего не добавляем мы должны проработать именно КТП смотрите как мы работаем наша задача все темы которые есть в стандарте перенести в программу то есть чтобы ваша рабочая программа полностью соответствовала данным документам мы должны прописать все темы слово в слово как в ФГОС поэтому берем маркер соотносим каждую тему с темой уроков в учебнике выделяем чтобы не потерять ни одну тему и таким образом когда вы проработаете весь документ вы увидите все ли было использовано или нет если нет то находим и дополняем соответствующую тему я понимаю что это достаточно трудоемкий процесс и время затратный но это нужно уметь делать чтобы в дальнейшем только выносить небольшие коррективы в календарно-тематическое планирование главный принцип работы со стандартом и примерной программой надеюсь вам понятен поставьте плюсики то есть вот благодаря вот этому выделению всех тем в самом стандарте мы будем видеть да что у нас есть в программе и получается наше КТП будет идеально и к нему не придраться так появились плюсики да молодцы а кто так же составляет программу напишите поставьте единичку кто точно так же работает с программой в связи с КТП особенно то есть соотносит темы со стандартом вот сам лично особенно часто это начинается перед проверками всевозможными Ирина, Татьяна, Наталья Светлана, Плюсики Татьяна Филатов молодец единичку вижу то есть все прорабатываем самостоятельно вот поверьте если вы один раз проделаете эту работу действительно самостоятельно не опираясь ни на чью-то готовую же разработку то вам все остальные последующие программы даже если у вас вдруг изменится УМК вам будет намного легче потому что вы уже не будете теряться в самом стандарте в примерной программе и календарно-тематическое планирование будет составляться у вас занимать вернее составление КТП очень мало времени так Эльмира вижу так с рабочей программой все понятно переходим дальше к дневнику классного руководителя это тоже один из важных документов учителя но не во всех школах он является обязателем напишите плюсик если у вас есть дневник классного руководителя и минус если его нет и в принципе у вас в школах его и не требуют в свое время лет 7-8 назад наверное я создала свой дневник классного руководителя и с тех пор он служит мне и по сей день практически в первозданном виде лишь я убрала некоторые разделы из-за ненадобности в школе его проверяют раз в четверть да и для нас самих он тоже в принципе нужен частые отчеты о списочном составе бывают по годам рождения да кто где участвовал так минусы вижу да то есть не ведется у вас дневник классного руководителя так вот многие отчеты у нас как раз требуют вот быстрого нашего решения чтобы мы быстренько собрали все данные и предоставили руководству мы работаем с детьми каждый день беседы подготовка к мероприятиям инструктажи классные часы и многое многое другое так Ирина пишет пользуюсь вашим очень удобен спасибо большое сегодня всем кто новенький наверное у вас еще нет поэтому всем подарю свой дневник классного руководителя так вот значит все мы работаем с классом поэтому дневник классного руководителя все же нужен просто для будущей отчетности быстрой отчетности просто положите вот дневник на стол в открытом виде на странице по месячное планирование и вы ежедневно можете вносить свои дела с классами не забывая абсолютно ничего занимает пару минут зато потом вы скажете себе спасибо так как вам не придется сидеть по выходным и вспоминать о проделанной работе для очередного отчета так еще дневник галина у нас папка классного руководителя столько всего что тяжело вести галина то есть у вас какая-то централизованная разработанная администрация или как не совсем поняла спасибо эллидзавета в дневнике классного руководителя все только необходимое галина до администрации ну тогда вам наверное чуть посложнее раз у вас огромный большой объем работы но все равно я считаю что он вам ведь пригодился не зря же вы его ведете так если будут вопросы вы задавайте я потом после данного модуля поотвечаю огромный талмуд согласна так продолжаем здесь вы видите несколько страниц из моего дневника классного руководителя для меня важны страницы естественно это классный коллектив успеваемость занятость учащихся работа с родителями протоколы родительских собраний обязательно ну и ежедневник то есть на каждый месяц у меня сетка где я прописываю каждый день что я делала с классом дальше переходим портфолио педагога начнем с того что давайте выясним у кого же из вас есть портфолио и зачем вы его ведете напишите в комментариях и вообще насколько актуально существование портфолио сейчас вот наше время так ждем ваших комментариев что у нас ведет портфолио собирает и для чего хотелось бы услышать галина хочу сравнить с вашим дневником обязательно ира собираюсь составить для аттестации ну да он в принципе у нас чаще всего портфолио нужно как раз для аттестации так есть заполняем два раза в год в конце полугодия в конце года отчет перед директором отличный и для самоанализа иду для аттестации Наталья пишет так Ирина собираю потихоньку вдруг решу аттестовывать пригодится может обязательно пригодится я сейчас немножко об этом расскажу так Татьяна Филатова только начинаю вести но пока нет определенной структуры для аттестации про структуру я сейчас немножечко скажу раскрою и тоже в подарках в конце я вам скину ссылочку на видео где я показываю свое портфолио начисляют баллы а потом доплачивают копейки кому-то еще за портфолио платят деньги так ну портфолио у нас может быть электронные бумажные бумажные более традиционные его всегда показывают на аттестации и по толщине папки нам понятен объем работы учителя к электронному портфолио пока что относятся как-то скептически не совсем доверяют я веду и то и другое самое лучшее решение для введения электронного портфолио это программа OneNote я об этом уже рассказывала вы можете посмотреть мое видео на канале или в группе ВКонтакте там я показала как раз структуру и принципы составления там в принципе вообще по OneNote очень много полезного стоит посмотреть и обратить внимание на данную программу но в любом случае в портфолио у нас должны быть отражены следующие моменты это информационная часть или мой педагогический портрет а здесь очень важно написать информацию о личности владельца портфолио специальность образование стаж повышение квалификации какие-то интересы и так далее то есть все что касается именно вас сюда же входит копии документов об образовании о повышении квалификации различные характеристики отзывы методистов учителей об уроках на которых у вас они присутствовали также сюда мы размещаем все наши достижения в профессиональной и внеучебной деятельности грамоты благодарности дипломы сертификаты то есть вот эта часть она пусть и не самая большая у нас портфолио но занимает достаточно достаточный объем по сравнению со всем портфолио во второй части в методической вот это у нас самая большая часть я считаю что потому что здесь можно вносить очень-очень много материала всех наших разработок он состоит из учебно-методической деятельности и экспертизы и диагностики здесь мы показываем анализ нашей школьной среды краткая характеристика учебного плана учебная программа ум и к по которым вы работаете есть педагоги которые здесь же размещают учебно-тематическое планирование хотя я не рекомендую это делать потому что очень большой объем портфолио у вас будет лучше пусть тематическое планирование остается у нас все-таки в рабочих программах сюда мы размещаем планы наших открытых уроков вне классных мероприятий весь список методической литературы наглядного материала технических средств обучения все ресурсы для уроков все это находится в методической части сюда же мы добавляем материалы оценивания ответов контроля успеваемости учащихся очень важный момент то есть материалы оценивания в портфолио тоже у нас должны быть третий раздел результаты педагогической деятельности достижения учащихся результатами освоения обучающимся образовательных программ у нас являются различные показатели мониторинги которые мы собираем раз в четверть раз в полугодие раз в год вот все мониторинги у нас хранятся вот здесь в достижениях учащихся сравнительный анализ деятельности педагога на основании текущей промежуточной итоговой аттестации результаты АКР ВПР экзаменов участие школьников в различных олимпиадах конкурсах выставках и так далее также список творческих работ сообщений может проектов то есть все те мероприятия в которых участвовали ваши дети и вы должны быть здесь отражены то есть этот раздел посвящен полностью работе детей и последний раздел программы языкового и методического образования на ближайшее время мои педагогические перспективы в этом разделе учитель строит планы на следующий аттестационный период какие задачи он перед собой ставит на что планирует обратить внимание сейчас я посмотрю есть ли у нас вопросы по данному разделу мы пойдем дальше вопросов пока не вижу так все понятно по нормативной базе все что касается рабочих программ дневника классного руководителя и портфолио педагога если вопросов у нас нет идем дальше переходим к методической части самая большая часть которая у нас включает методику планирования уроков идеи для их реализации и всевозможные ресурсы которые мы используем в своей деятельности давайте начнем с методической литературы и не только поскольку у нас сейчас с вами отпуск много свободного времени мы с вами можем наконец-то хоть что-то почитать я рекомендую следующие пять книг так Ирина говорят о том что в скором времени аттестация будет проходить иначе вы слышали об этом да Ирина у меня в группе на стене через поиск можете найти наберите аттестация и у меня в прошлом году был пост об этом о сроках перехода на новую форму аттестации о критериях содержания и так далее то есть эту информацию в группе можете также найти если не найдете то напишите мне в сообщении я вам скину здесь об этом говорить пока не буду так я рекомендую вам следующие пять книг те которые зашли мне и несут огромную пользу нам именно учителям в методическом плане я отмечу также те моменты которые были интересны мне в этих книгах и начну те кто меня знают с моей самой любимой книги которая является для меня настольной книгой это Дейл Карнеги как развить уверенность в себе и добиться влияния на людей путем публичных выступлений это действительно моя настольная книга моя любовь к ней началась в 2003 году когда я еще будучи студенткой решила купить одну из его книг мой мир перевернулся в прямом смысле слова из этой книги я узнала столько сколько за всю жизнь не узнала бы и несмотря на то что я учитель я вообще не обладаю ораторскими способностями честное слово и раньше выступать перед публикой для меня было просто адом но те советы которые дает Дейл Карнеги вот именно вселяют ту уверенность ту способность держаться во время выступления которые завидуют многие учителя поэтому я вам очень советую ее прочитать если кто еще ее не читал так идем дальше следующая вторая книга Нина Джексон классный учитель как работать с трудными учениками сложными родителями и получать удовольствие от профессии здесь у нас предлагаются большой жирный плюс прям этой книги конкретные советы что нам нужно делать в той или иной ситуации разбираются различные кейсы составляются списки причин решений разных вариантов действий и так далее то есть вот за конкретику я эту книгу выделяю почитайте ду ду мастерство учителя думаю эту книгу знают все даже те кто ее не читали в книге говорится тоже о моей любимой теме как продуктивно распоряжаться своим временем как планировать уроки как подбирать материал И именно с пользой для себя и учеников, и использовать данные, очень много времени уделяется теме поддержания дисциплины и рабочей обстановки в классе. Ирина Михайловна спрашивает, можно ли потом список книг к рассылке прикрепить? Обязательно. Обязательно, да. PDF в формате готовые. Джоли Дирксон. Это сравнительно недавнее мое прочтение. То есть я буквально месяца 3-4 назад наткнулась на данную книгу. Также по рекомендации одной из коллег. Искусство обучать. Эту книгу еще называют Библией для учителя. Она именно о том, как сделать наше любое, в принципе, обучение нескучным и эффективным. Как сделать занятие интересным. Как показать ученикам, что учеба именно для них, а не они для учебы. И автор также здесь подробно останавливается на принципах работы памяти и механизмах внимания. И приводит различные техники вовлечения слушателей в учебный процесс. Следующая книга Ли Лефевер. Если я правильно произношу ее в фамилии искусство. Объяснять. Данная книга поможет нам научиться объяснять что угодно, кому угодно. И заинтересовать всех своими идеями. Ее исключительная простота и практичность. Особенно у нас понравится педагогам, у которых все время отнимают преподавание. И эту книгу я рекомендую начать читать именно вот сейчас. Самой первой из всего предложенного списка. Но книг есть очень много. Кому-то нравятся одни книги, кому-то другие. Вопрос в следующем. Как читать книги правильно? И главное с пользой. Вот я имею ввиду именно методическую литературу. Вот напишите в комментариях, вот как читать методическую литературу правильно, чтобы она приносила нам пользу. Несмотря на то, что у нас в учебное время очень мало времени, особенно на чтение методической литературы, да и просто любой литературы. Но все же, если вдруг вам удалось прочитать хоть часть какой-то книги, вот какую пользу и как правильно эту пользу вы используете. В интернете, в сети я не так давно наткнулась на такое слово «идейник». В принципе, я его раньше не встречала, и мне даже показалось смешным название «идейник». Так, Ира, я конспектирую некоторые особо важные моменты. Молодец, вот сейчас как раз к этому и веду. Так вот, что такое «идейник»? Это тетрадь или блокнот с идеями. Но несмотря на то, что это название смешное, да, называть можно его как угодно. Так вот, читать рекомендуют книги так, чтобы была возможность это записать. То есть, когда вы читаете, в вашу голову как раз врываются различные мысли, идеи, которые мгновенно забываются, поверьте, да. Вот наша задача во время чтения тут же записывать их в блокнот. И приучайте себя время от времени перечитывать вот этот блокнот или тетрадь, чтобы использовать вот эти свои идеи на своих уроках. Так, Мария, вычленять главные аспекты из материала. Хорошо. Далина, с карандашом, закладками, составлять для себя некий кейс и обязательно пробовать на практике. Вот да, я тоже люблю, если книга моя собственная, купленная, да, я обязательно в ней. Карандашиком, маркером, все главные мысли, которые мне важны, я тоже отмечаю. У меня вот так вся книга Карнеги исчеркана. Да, то есть берете книгу, когда садитесь читать, тут же тетрадь с карандашом, с ручкой, и во время чтения обязательно какая-то мысль у вас проскользнет. Очень интересная находка, о которой даже, может, и в книге вы не прочитали, она у вас возникла благодаря информации, которую вы узнали. Так, переходим к следующему. Это у нас планирование уроков. При планировании уроков нам важно знать структуру урока и особенности каждого из этапов. Сейчас я на этом не буду останавливаться, так как у каждого предмета своя специфика. Я же только могу с уверенностью говорить только об иностранном языке. Поэтому это вам на самостоятельное обучение. О планах уроков у нас, в принципе, уже сказано очень много, и каждый выбирает сам, как их вести и составлять. У меня в группе был опрос, как вы пишете планы. Так вот, у нас получили следующие результаты. 50% у нас используют тетради, блокноты, ежедневники. Часть педагогов, 20%, используют шаблоны конспектов уроков. 10-13% составляют конспекты Word, PowerPoint. 4 человека используют программу OneNote для составления конспектов. И не пишут планы совсем 12 человек. Ну, в принципе, как это делать, выбор каждого, кому как удобнее. Я же веду свои конспекты двумя способами. Первый традиционный, традиционный уже для меня, да, это с помощью шаблона конспекта. Шаблон конспекта тоже я разрабатывала исключительно под свои нужды, под то, как я вяжу урок. Поэтому, если кому будет интересно, тоже в группе у меня есть несколько постов по поводу планирования уроков. Кому интересно, найдете, посмотрите. И второй способ, это опять же OneNote, о которой я говорила вам выше. Вообще OneNote универсальная программа, она идеальна для конспектов. В ней можно разместить все, что угодно. Аудио, видео, целые книги, раздатки, сами учебники, страницы из учебников. Ну, в общем, можно на одном листе уместить все, что вам пригодится на уроке. Так, какой путь выбираете вы? Напишите, как вы составляете планы уроков, как вы их пишете, какой программы пользуетесь, либо используете шаблоны. Либо, как все в обычных тетрадях. Универсального способа нет. Кому как удобнее. Еще раз повторюсь. Так, по старинке. Ручка и тетрадь. Хорошо. Хорошо, продолжаем. Использую шаблоны Ирина Романцова. Традиционно, но на листах А4. Использую шаблоны, Таня пишет. Но хочу попробовать OneNote. Попробуйте обязательно, вам понравится. Не понравится, оставите эту затею. Пытка, не пытка. Так, Елизавета пишет. По вашему совету попыталась что-то создать OneNote, но пока не разобралась. Надеюсь, что получится. Блокнот. Тоже хочу попробовать OneNote. Посмотрите, если вы не видели еще мое видео по OneNote. Ну, там у меня просто как бы показаны примеры, как я использую его. Но если нужно будет, могу снять видео. Инструкцию. Так, шаблоны не пошли. Поэтому традиционно. Ну, я тоже как бы не всегда использую шаблоны. Больше всего мне шаблон конспекта урока. Нравится использовать именно вот на этапе объяснения нового материала. Поскольку тогда в шаблоне все прописанные мной этапы как раз заполняются. Я могу включить туда все, что угодно. Естественно, если у нас это какое-то повторение, проще мне уже тоже в тетради, в блокноте написать примерный план. Так, идем дальше. Следующий раздел методической части. Идеи и ресурсы. Ну, про ИКТ вы знаете очень много. Уверена, пройдены не одни курсы в свое время. Здесь для нас важно два момента. Это геймификация и принятие не только самим педагогам, но и администрации школы. Если раньше ИКТ ограничивалось только в основном презентациями, то теперь с появлением интернета в школах на первое место вырывается именно геймификация образовательного процесса. А без ИКТ это просто невозможно. Сейчас активно учителя используют Plickers, Kahoot, Learning Apps, Padlet, ZipGrade, QR-коды, сервисы Microsoft, Google, генератор ребусов, кроссвордов и многое-многое другое. Если кто не знает, Plickers помогает нам проверять знания учащихся с помощью сканирования карточек с ответами учащихся. Kahoot это тоже похожее тестирование учащихся, но уже в игровой форме и с помощью их же телефонов. Learning Apps тоже многие знают. Это интерактивные упражнения по всем предметам. Есть также возможность составлять самим. Padlet создается доска, на которую учители и дети могут размещать материалы по каким-то темам. ZipGrade просто рекомендую тоже. Это мгновенная проверка тестов, которая облегчает работу учителя. Я тесты использую не так часто, раз в месяц в классе тест проходит. И вот очень быстро проверять с помощью приложения ZipGrade. Оно бесплатное. И моментально видите, сколько правильных вариантов у детей. Использование QR-кодов. Здесь есть очень много вариаций их использования. Все не перечислить. Это тоже у нас тема даже отдельного видео. Потому что вот QR-коды сейчас везде. Просто заполнили нас, да? Так. Напишите, какие ваши самые любимые ресурсы и где вы черпаете идеи. Кто-то может использует те ресурсы, которые я не озвучила. Поделитесь, пожалуйста, своими находками. Может, кому-то будет информация также полезна. Так, все то, что вы перечислили по геймификации, можно на список с ссылками. Ссылки тоже будут, не волнуйтесь. Вот все, о чем я сегодня упоминала, и это все в отдельном посте со всеми ссылками, это вы все получите. Не волнуйтесь. Так, Мэш. Я вам отправлю список не только вот с этими ресурсами, которые позволяют нам геймифицировать учебный процесс, но и различные сайты, которые использую в своей работе. Галина, спасибо. Так. Идем дальше. Переходим к третьему разделу. Дизайнерские навыки. Любой учитель, дизайнер, сколько нам приходится творить, это просто немыслимо. Мы остановимся только с вами на презентациях, рабочих листах или раздатках, как мы их привыкли называть, и оформлении класса. Презентации. Презентации. Какие навыки нам нужны? Естественно, это знание основ PowerPoint, использование фишек и лайфхаков для креатива и другие способы создания презентации. Сейчас расскажу об этом. Возможности PowerPoint огромны, просто огромны. Мы в повседневной жизни используем лишь 10-15% от всех возможностей этой программы. Мы можем удалять фон на картинках, чтобы сделать презентацию более красивой. Мы можем искать картинки, не выходя из PowerPoint. В режиме показа слайдов мы можем перемещать объекты, заносить ответы в текстовое поле, делать не только запись экрана, но также и снимать видеоуроки. Еще раз повторюсь, возможности огромны, и о многих мы даже не знали. У меня на канале есть рубрика PowerPoint Lifehacks. Там у меня уже шесть вот таких фишек, которые мы можем использовать при создании презентации для уроков. Тоже это все описательно посмотрите. Уверена, какие-то фишки вам будут полезны, вы будете их использовать на своих уроках. Но кроме PowerPoint у нас есть еще и... Многие другие сервисы, которые мы можем использовать для создания презентации. Одна из моих самых любимых – это Canva. Многие знают, наверное, тоже об этом ресурсе. Он бесплатный. Вот сейчас та презентация, которая у меня использована на вебинаре, как раз сделана именно там. Потом я ее импортировала в PowerPoint и добавила необходимую анимацию, где мне необходимо. Вот как раз те видео с лайфхаками, которые я создала. Следующие – рабочие листы. PowerPoint – идеальное решение для создания раздаток. Он намного лучше, чем Word. То есть здесь у нас свободное перемещение объектов. Соответственно, у вас есть возможность разместить объекты именно так, как вам надо. Как это сделать? Просто берем, выбираем формат слайда. А4. Создаем нужный нам дизайн, наполняем содержимым и сохраняем обязательно в PDF-формате. Это нужно, чтобы при печати вашего материала иметь нужный размер. Вот, например, на слайде представлен worksheets, которые можно сделать легко в PowerPoint. И таких раздаточных листов в интернете очень много, и большинство из них как раз сделано в данной программе в виде презентации. Переходим к кабинету, к следующему дизайнерскому навыку. Что нам важно? Информативность, в первую очередь, и пользы для детей. Именно от этого мы отталкиваемся. Дальше обязательно атмосфера предмета должна присутствовать. И единое оформление и стиль. Вообще, оформление кабинета – это полная фантазия педагога. Но прежде чем что-то сделать, задайте себе вопрос. Зачем? То есть любое ваше оформление, плакат, наглядность – они должны нести какую-то пользу. И пользу не вам, а учащимся. Также они должны создавать атмосферу предмета. Не обязательно покупать дорогостоящие плакаты. Можно справиться и по старинке. В PowerPoint создать материалы, распечатать, склеить. Я в своем классе все делаю сама. Алфавит, правила, формулы, классный уголок, портреты. Даже Биг Бен сама нарисовала. То есть вот у меня есть оформление главной стены. Вот это все практически сделано мной в программе PowerPoint. Здесь вложение у нас в принципе только в бумагу и канцелярию. А идеи вы можете найти в Pinterest, адаптировать под себя и сделать уникальное оформление в классе с необходимой наглядностью. Именно вам. То, что вам нужно, а не то, что есть в магазинах. Так, Елизавета пишет. Спасибо за подсказку. Пожалуйста. Была рада помочь. По дизайнерским навыкам у меня все. У нас остался последний раздел. Это финансовый вопрос. У учителя убывают две финансовые дыры в год. В январе и в августе. Все знают, да? Как их заполнить и иметь хоть минимальный, но дополнительный доход? Я хочу поделиться сегодня с вами теми методами, которые использую сама уже от полугода до двух лет некоторые и которые проверены лично. Кстати, напишите те, кто чем-то еще занимается. Есть ли среди нас такие, кто уже имеет дополнительный доход в какой-то другой области или связан с преподаванием и обучением детей? Так, Галина, запись будет. Так, есть у нас среди нас те, кто чем-то еще занимается, кроме обучения в школе. Репетиторство, да. Репетиторство, оно может быть, да, оффлайн и онлайн. В принципе, это самый популярный способ среди учителей. Так как большинство пробовало себя в этом, пусть и не на постоянной основе, но хоть какие-то эпизодические занятия у них были. Кружки. Репетиторство. Забрали. Группы в социальных сетях. Сейчас уже никого не удивишь тем, что у учителей есть сообщество ВКонтакте, профиль в Инстаграм, Ютуб-канал. Часть ведет их просто для души, часть монетизирует их. Каким образом можно получить деньги в соцсетях? Это проведение каких-то платных курсов. Более опытные коллеги дают консультации молодым и начинающим специалистам. У каждого из нас есть качественные разработки, которые сейчас не продает только ленивый. Ну и реклама в группе, хоть и не часто, но бывает. Все это работает, проверила на себе. Мои группы ВКонтакте приносят мне небольшие деньги, но все равно это большой плюс. Я вам... Вот просто, смотрите, создали вы какую-то там разработку, разместить. Вот заведите себе группу в социальных сетях, вот хотя бы просто вот в начале, для души. Вот у меня так создавалась группа для подготовки к ОГЭ в 2015 году, если я не ошибаюсь. Я ее просто завела, чтобы мы со своими... с моими учениками готовились к экзамену. Я размещала там все свои наработки, какие-то задания давала детям. И вот это вроде бы для души группа переросла в достаточно крупную. Сейчас у нас около 16 тысяч человек в группе состоит. Пользуются популярностью. Помогаем друг другу, не только детям. Коллеги друг другу помогают. Поэтому тоже заводите группы, размещайте все свои материалы, делитесь с коллегами. Глядишь, в ближайшем будущем ваша группа станет одной из самых успешных. В последнее время большой популярностью пользуется Яндекс.Цен, именно у учителей. Это место, где мы можем излить душу, написать статьи о том, о чем не всегда можем рассказать коллегам или дома. Поверьте, это стоит того. После таких душевных публикаций многим становится легче, ведь не зря говорят, выговорись полегчает. Вообще здесь вы можете писать не только об образовании и школе, вы можете выбрать ту тему, которая вам близка и интересна. И выйти на монетизацию здесь несложно. Пишите, пишите, еще раз пишите. Не забывайте реагировать на читателей, отвечать на комментарии. Больше подойдет это тем, кто любит писать. Особенно литераторам. Я уверена, им есть что сказать. На биржах фриланса учителя у нас вообще универсальные люди. Они умеют многое. Самые универсальные работники, я считаю. И на любой бирже легко найти простое занятие. Копирайтинг, редактура текстов, создание презентации, которые мы умеем делать. Перевод, транскрибация, аудио и видеоконтрольный, реферат – это самое простое. А у кого есть опыт еще и в дизайне и создании, допустим, видеороликов, то можете и здесь преуспеть. Рекомендую. Можете попробовать. Поверьте, затягивает. Особенно, когда получите первые реальные деньги. Следующий способ – партнерские ссылки. Я уверена, каждый из вас покупал в интернет-магазинах какие-то книги. Мы учителя только это и делаем, наверное. Так вот, вы можете разместить ссылку, реферальную ссылку и порекомендовать эту книгу, которую вы купили другим учителям. Они перейдут, закажут вам небольшой процент от данной покупки, перейдет. Вот здесь, в принципе, вот у меня тоже было очень много рекомендаций. Я использую партнерскую программу MyShop, где большинство учителей заказывают, поскольку там не такая дорогая доставка, как в других интернет-магазинах. Поэтому как вариант использования партнерских ссылок тоже можно. Особенно тем, у кого есть социальные сети и большое количество подписчиков. Так, ну и творчество. Кто каким творчеством занимается, напишите, пожалуйста. Есть те, кто творит для души что-то. Кто-то делает игрушки, кто-то печет торты, делает букеты. У всех у нас есть какое-то любимое хобби. Его тоже можно монетизировать. В прошлом году, вот я, например, занялась ростовыми цветами, светильниками. И мне очень нравится эта работа. И вообще, любое ваше дело стоит продвигать. Сначала родственникам можете, знакомым. Потом и соцсети подключить, когда будут готовые кейсы. Вышиваю крестиком, Ирина. Помогает расслабиться. Вот да, я тоже больше люблю заниматься цветами. Вот именно в том плане, что это расслабляет, успокаивает. Преподаю танцы. Ой, здорово. Акварельный скетчинг. Кстати, да, я тоже вот хотела бы порисовать акварельный. Кстати, акварельный скетчинг очень популярен. В интернете очень много курсов. Мы с вами рассмотрели четыре основных направления нашей деятельности перед началом учебного года. Поставьте, пожалуйста, циферку один, два, три или четыре. Те категории, которые вам больше всего были полезны. Один, напоминаю, это у нас был нормативная база. Два, методическая часть. Три, дизайнерские навыки. Четыре, финансовый вопрос. Напишите, какой раздел вам был полезен. Спасибо. Можно несколько цифр. Методическая часть. Дизайнерские навыки. Галина, спасибо. Все четыре. Нам, педагогам, конечно же, близок больше творческий процесс, поэтому методические навыки и дизайнерские навыки нам на первом месте у нас. Спасибо. Ну что, вы готовы действовать и готовиться к новому учебному году? Плюсики? Минусы? Да или нет? Готовы? Так, жду ваших плюсиков. Ага, вижу. Так, все готовы? Замечательно. У кого возникает такая фраза «Я все сделаю, но завтра»? Она, думаю, возникает у многих и часто. «Я все сделаю, но завтра». Вот именно с этой фразы у нас начинается процесс прокрастинации. Вот заумное слово, да, для лени. Вот лучше посижу в социальных сетях, чем что-то сделаю. Даже пятиминутное дело порой растягивается на целую неделю. В чем же причина у нас современной болезни, как с ней бороться? Первая причина – плохое самочувствие, усталость и недостаток сна. Пересмотрите свой режим дня. Внесите в него изменения, если нужно. Хороший сон, прогулки, витаминчики – это лучшее решение, особенно сейчас, летом. Начните этот график свой стабилизировать, чтобы к первому сентября вы уже привыкли жить так, а не иначе. Отсутствие распорядка дня. Да-да, нам нужно учиться планировать свой день. Хотя бы банальные списки дел составляйте. И непонимание своих «зачем». Если в каком-то действии нет смысла, зачем его выполнять? Делайте только то, что действительно нужно и ценно в данный момент. Не распыляйтесь. Лучше что-то делегируйте. Или вообще вычеркивайте такие действия. отвлекающие факторы. Если вы работаете над чем-то, особенно если у вас там горит что-то прям вообще, вам нужно сделать здесь сейчас, то обязательно табу на телефон, интернет, соцсети и прочее. Даже вкусняшки долой. Они еще как отвлекают. Негативные убеждения. Я не смогу, я не верю. Это повсеместно просто. Не только у детей, но и педагогов иногда встречается. Человек может все. Когда мы наконец это поймем. Самовнушение работает, проверено на себе. Мои нынешние достижения, это результат вот именно самовнушения. Пугающая масштабная цель. Самый легкий способ решить проблему, это разбить вот эту глобальную цель на маленькие подзадачи и выполнять вот их поэтапно, друг за другом. Это намного легче. И недостаточный уровень самодисциплины, самоорганизации. Нужно составлять четкий план действий, шагов с персональным рабочим графиком. Обязательно, конечно, нужно уделять время и отдыху. На самом деле вообще причин прокрастинации существует множество. Но бороться с ними надо. Две главные причины современного педагога это, конечно, ресурсное состояние, с которого мы начали, и прокрастинация, которую мы с вами сейчас заканчиваем. В одиночку порой сложно вообще развиваться и решать какие-то проблемы. Поэтому сегодня я хочу презентовать вам свой проект «Школа для учителя». Сезон второй. В прошлом году было очень-очень много сомнений по поводу «надо ли?», «зачем это?». Но после тех отзывов, которые я получила, я поняла, что все, что было сделано нами вместе, все не зря. и мы обязательно будем продолжать. Коллеги, если сегодня здесь есть те, кто был в прошлом году в школе для учителя, напишите, пожалуйста, не пожалели ли вы об участии, что вы взяли для себя с прошлого года. Буду рада, если вы сегодня среди нас. В этот год мы продолжаем работать по основным направлениям, которые я сегодня вам и презентовала. Это та же самая у нас нормативная база, методическая часть, дизайнерские навыки, финансовый вопрос. Мы рассмотрим всю документацию, поговорим о мотивации, оценивании, планировании, идеях и ИКТ. Научимся создавать дизайнерские презентации, рабочие листы. Также я буду делиться с вами своим опытом. Моя главная цель – это помочь учителям подготовить необходимую документацию, освежить методические приемы и с новыми идеями встретить Новый год. Примерная программа на второй сезон. Примерная почему? Потому что еще возможны корректировки. планируется рассмотреть часть вопросов, связанных именно с методической базой. Это типы учителей, учеников, родителей, как мотивировать учащихся. Поговорим про дисциплину на уроке. Конечно же, не оставим без внимания планирование уроков, создание рабочих листов PowerPoint. Эффективное использование мультимедиа на уроках и систему оценивания ответов учащихся. Также по просьбам был включен раздел по подготовке учащихся к экзаменам. Рассмотрим различные программы, приложения, которые нам помогут облегчить работу. Ну и, конечно же, мы поработаем над прокрастинацией, ресурсным состоянием. И также в конце, как всегда, нас будет ждать подведение итогов, выпускной и ценные подарки. Так, Наталья Дементьева, добрый день, была. Помощь при подготовке к аттестации помогла. Спасибо. Очень рада вас видеть. Так, Эльмира, да, тоже была у участников прошлого года. Было очень полезно и информативно. Спасибо. Я очень рада, что вы и сегодня пришли. Все участники, которые были в прошлом году, зайдите в нашу группу. Там для вас в последнем посте небольшой подарок. По поводу участия я имею в виду. Так, как же будет проходить наша работа в группе? Каждый день будут выходить видео на 10-20 минут на какую-то определенную тему. После изучения материала предлагается домашнее задание. Оно не требует много времени. Просто хотелось бы добавить в этот год немного практических навыков. Совместно дальше мы обсуждаем, ищем пути решения каких-то проблем. И ни один вопрос ваш не останется, конечно же, без внимания. Стоимость участия вы видите на экране. Только сегодня и завтра у нас сраняя цена, потому что мы только запускаемся. 450 рублей. Чтобы принять участие, вы можете написать в сообщение группы, и там вам дадут полную информацию по оплате и дальнейшим инструкциям. Школа для учителя в этот год, как я сказала, она будет уже более практическая, с выполнением небольших домашних заданий. Ну и, конечно же, призы ждут самых активных участников. В прошлом году у нас 5 человек были самыми активными. Я за них рада. Так, Галина, в месяц нет. Школа для учителя будет проходить 2 недели с 1 по 14 августа. То есть за 2 недели получается. Ну, доступ к группе у вас остается навсегда. То есть все материалы, которые мы там наработаем, за это время, это тоже все остается вместе с вами. Так, Ира, продолжительность 2 недели с 1 по 14 августа. 2 недели. Работа в закрытой группе, доступ к которой навсегда. Так, все мои контактные данные вы видите сейчас на слайде. Сообщество «Я учитель» в ВКонтакте. Канал «Я учитель» в Ютьюбе. Аккаунт для педагогов в Инстаграме. В каждом этом источнике есть перекрестные ссылки. То есть ВКонтакте вы можете у меня найти в ссылках ссылки на данные ресурсы. Также напоминаю, что у нас есть и дополнительные ссылки. Моя личная страница ВКонтакте. Группы ОГЭ по английскому языку, ЕГЭ по английскому языку. Ну и совсем недавно появился «Я учитель» в Яндекс.Дзен. Ирина, в какую группу писать, чтобы принять участие? Вот в эту группу, в которой мы сейчас ведем трансляцию. Я учитель. Я учитель. I'm a teacher. Only for teachers. Сообщество ВКонтакте. Анталия, я буду рада вновь вас видеть. Ну и, конечно же, у нас подарки. Вы все подарки получите завтра в рассылке. Значит, скидка, которую вы можете воспользоваться сегодня-завтра, закрепляется за вами, как за участниками вебинара. Также я вам отправлю завтра дневник классного руководителя в формате Word, чтобы вы могли его корректировать под свои нужды, что-то добавлять, убирать и так далее. Подборка рекомендованных книг в PDF формате обязательно. Дальше я вам обещала скинуть видео про портфолио. Помню, отметила для себя. Так, и ежедневник учителя. Ну, не совсем ежедневник, конечно, страница для оформления и видеоинструкция по его сборке. Кому, если будет нужно, вы можете воспользоваться моим ежедневником. Это те подарки, которые вы получите обязательно. Так, завтра в рассылке. Также я сегодня постараюсь выложить пост со всеми теми ссылками и материалами, о которых я упомянула на вебинаре, чтобы вам не пришлось их искать. Так. Ну, на этом мы с вами заканчиваем. Я была рада встрече с вами. Надеюсь, что была полезна вам. Галина, Ирина, спасибо. Елизавета. Вам спасибо, что пришли. И рада, что очень было вам полезно. Удачи вам. До встречи. Будут какие-то вопросы, пишите мне в группу, во все социальные сети. Я всегда на связи. Еще раз спасибо большое за участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!